Всемирная организация здравоохранения, сокращенно ВОЗ. С 90-х годов наша медицина четко следует рекомендациям этой организации. Вот почему врачи вам прописывают витамин D. Копнем поглубже. В 1990-м году славутый ВОЗ исключает списка психических заболеваний гомосексуализм. С этого времени международной классификацией болезней МКБ-10 в одном ряду с гетеросексуальностью идет бисексуальность и гомосексуальность. Однако в большинстве стран ненасильственная гомосексуальность остается уголовным преступлением. Сейчас наша медицина четко соблюдает рекомендации ВОЗа, где для каждого заболевания имеется целый список лекарственных препаратов, которые не задумываясь выписывают каждому больному, исходя из его диагноза. Больше не надо задумываться о результатах, просто надо соблюдать инструкции. Можно ли отказаться от рекомендаций ВОЗ? Глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗа Мария Иван Кёркхове заявила, что все страны мира обязаны выполнять рекомендации ВОЗ. Что же происходит с теми, кто отказывается выполнять эти рекомендации? Я не намекаю, это обычные факты. Посмотрите на Беларусь. Сейчас многие говорят о целях ВОЗа и что его рекомендации не направлены на сохранение здоровья человечества. Но посмотрите сами, с конца 90-х в нашей стране началась активная кампания о вреде солнца и ультрафиолета, якобы стимулирующий рак, плюс массовая популяризация защитной косметики. И что мы получили сейчас? Сплеск онкологических заболеваний, поголовный дефицит витамина D, астопороз с разрушением костей на втором месте. Синтетический витамин D является ядом, об этом мы говорили в прошлом ролике. Естественный витамин D активно борется с раковыми клетками, но нас сажают на карантин дома. Хотя всем хорошо известно, что ультрафиолет убивает вирусы. Так где же в моих словах реклама?